всем не здрасте выключили мультики пойдем делать уроки девчонки уже припасаются у егора пока у нас еще не до уроков у нас расстройства выключила камеру я сейчас объясню почему ну во первых егор стал спокойно уже перестал кричать у нас камера волшебная как только мы ее включаем так егор у нас перестает кричать в общем можно нам целыми целыми днями с камерой ходить вот а во вторых сначала тут вася спустилась а потом снежа идет в прошлом ролике видели она продрала коленки у этих лосинок вот но ей очень нравятся эти лосинки они с кружавчиками и она в них ходит вот мам но это же модно я говорю нет все снимай я камеру выключила в избежание конечно еще таких случаев чтобы мне не писали что мои дети одеты как оборвыши вот ну может она сейчас что-то там идет другой оденет если не если успеет мы поедем до магазина проверить как и что там магазин у нас не работает торговый центр на закрытый в торговом центре работают только бытовая техника там днс что называется днс я не знаю как правильных назвать они выдают онлайн заказы вот и все ай но и аптека и все остальные все сидим совсем лапы вот котел выключился потише стало ну чё егор все расстройство то кончилось нет не кончилось еще уроки мой зайчик давай еще кричать ты начал ты же знаешь каждый день мы делаем уроки чё за крики а берешь или ты решил мало подбодрить до поздороваешься привет всем ручка машину скажи привет давай давай успокаивайся лет у него конечно эмоции и плюс вот настроение но на раз-два на 2 на 2 щелчка меняется мне уж язык заговаривает его не может быть включать все можно камеру выключать выключаем ты мой заяц беги давай там сейчас лера вам найдет что задали делайте на черновике я приеду все проверю пальчик вверх покажи мне как класс ставят на ю тубе ну ка покажи ну вот так то вот но вот так вот все нормально чем продолжим мы сегодняшний день дети у меня сейчас там делают на черновике то что им задали русский математику лера у меня самостоятельно учится так только иногда ей слегка помогаю но это случается не часто она сама справляется вот что мне хотелось сказать или спросить я не знаю в общем и вот в растерянности и в каких-то я не далеко не детских обидах что это такое вообще сделали у нас работают только продуктовые магазины разрешено работать всем промтоварным магазинам работать запрещено за исключением тех кто значит продает как это называется предметы первой необходимости вот под это определение практически подходят многие магазины вот у нас на волках магазин у нас там есть предметы первой необходимости это гигиенические средства дезинфицирующие средства предметы личной гигиены все такое прочее но нам выдали предписание о закрытии магазина в общем открыть магазин на свой страх и риск у нас кишка танка если честно потому что одно дело просто тайком работать а другое дело нарушить уже выданное подписание это две разные вещи и разные штрафы совершенно все поэтому мы сидим тихо и не дергаемся вот а про продукты вот что хочется сказать вот смотрите если человек приходит в маленький магазин вот как у нас на луку было сделано но в последние дни мы запускали по одному по два человека просили чтобы больше не заходили люди и люди понимая ситуацию так и поступали вот что происходит в продуктах я не знаю как в других городах а в нашем городе супермаркеты не располагают большими площадями чтобы предоставить вот эту вот разметку в полтора два метра разметки то есть они их нанесли но как ее выполнить эту разметку если там тележки между собой не могут разъехаться узкие вот а второй пункт меня еще напрягает то что очень много продуктов не упакованных у нас таких герметично скажем да даже упакованных и они их трогают я не знаю как сформулировать их трогают покупатели все потрогали положили на место покрутили понюхали кто-то может попробовал и такое случается чего их отоить да многие это видели наверное особенно в бабуле которые тут масло сливочные пальцем подковырнут попробуют это все не запаковано вот в общем все это берется руками трогается и обратно на полки ставится ложится а следом приходят другие люди и снова это берут но вот это как я не знаю в маленьких магазинах когда продавец только касается товара и выдает его покупателю это как-то еще более менее а вот вот этих по типу супермаркетов так как таковых в общем это тоже рассадник я считаю вот и потом еще меня напрягает то что это мы как сону подъехали сергей заказывал тележку она у нас вот третий день никак прийти не может вот еще меня что напрягает вот смотрите я в новостях показывают как значит там за больными приходят приезжают именно теми у кого диагностировали вот эту вот корону приезжают в упакованные да чуть ли не в противочумных костюмах это мы то что нам показывают а что на самом деле нашим медикам что выдали они практически с голыми руками идут работать с такими людьми вот и статистика наша я не знаю как они эту статистику ведут я знаю как велась статистика по торговле это звонили и спрашивали а сколько в тысячах рублей у вас оборот я говорю ну кто же его считал то в тысячах рублей не знаем ну приблизительно то нам скажите ну вот такая сумма ну хорошо так и запишем все на этом досвидос не подтверждающих документов ничего не нужно было просто по звонку записывали и статистика ведется обезличенно вот может быть конечно они берут данные из фнс но это только последний год когда кассовый аппарат поставили а до этого же не было кассовых аппаратов и статистика была ну совершенно приблизительная поэтому я очень даже подозреваю что медицине но она не намного точнее скажем так вот хорошо если ошибаюсь и вот про эти вот чумные костюмы то что нам показывают я все смотрю и думаю да боже мой ну это просто нас запугивает наверное потому что по-другому я не знаю как все на это реагировать если мы не работаем да но в продукты нам ходить все равно нужно голодным не будешь сидеть детей нужно кормить в аптеке нужно ходить но всего-то не предусмотришь все эти ручки дверные но я не знаю только что мы же не майкл джексон да как он жил последнее время не касаясь ничего я не знаю в общем все сложно голова моя кипит шипит и пузырится как у вас настроение как у вас дела у нас вот настроение такое и вот не знаю как у нас сейчас с тележкой тоже около дома мусор его собрали нужно будет вывозить и чтобы не на машине это делать нужно тележка что долго мне сергей витальевич не выходит сниму сегодня как мои еще уроки сделали покажу как они делают почерк вообще испортился у всех у снежаны очень красивые буковки были сейчас отвратительно пишет желание нет никакого стараться а зачем все равно никто этого не видит это все посылается по интернету до делается фотографии посылается вот я еще раз повторяю то что василиса она вот как-то она понимает что эта фотография идет светлана владимировна это проверяет да и василиса относится к этому более так ну ответственно у егорса снежаны у них немножечко вот эти пространственные как бы ощущения скажем так они не такие как у нас причем у егора вообще не такие и что отсылают по фотографии вот это вот то что он сделал ему это вообще фиолетово он может вот навалять как курица лапой сказать а я все правильно сделал в егорну у тебя здесь ошибки и не повернешь ни в какую сторону он прав и все вот хоть ты тресни он прав потому что он сделал правильно я ему начинаю исправлять он год ты мне все перепортила ты посмотри у меня все было правильно ты мне все зачеркивала в общем вот такая у нас проблемка тут не проблемка конечно это так ладно мы еще включимся посмотрим что там у нас дальше будет наш центр города сегодня что-то очень многолюдно машина очень много стоит практически пробки на дорогах и вот когда мы тут ездили было здесь пустынно единственный кто тут был это вот эти скупщики золото они наверно в любое время здесь всегда еще вот так